Причиной массовой госпитализации солдат в Кокшетау может стать сезонная инфекция, об этом заявил министр здравоохранения. Сейчас по данному инциденту начато служебное расследование. По данным врачей, один человек все еще находится в реанимации. Здоровью остальных 47 военнослужащих ничего не угрожает, их выпишут из больницы через несколько дней. Каргандинец Аян Тлеухан – один из заболевших солдат. Он вступил в армию всего месяц назад. Молодой человек еще находится в больнице, но уже готовится к выписке. Сначала у меня сильно заболела голова, потом поднялась температура, и я почувствовал в теле сильную слабость. Нас отправили в санчасть. Теперь здесь я получаю лечение. Солдат беспокоили такие симптомы, как головокружение, тошнота и слабость. Вчера их число достигло в общей сложности 45 человек. Сегодня ночью еще у троих проявились те же симптомы. По данным врачей у многих солдат сейчас жар. У них была диагностирована острая респираторная вирусная инфекция. Также у пяти человек была обнаружена менингококковая инфекция. Стоит отметить, что у некоторых военных были обнаружены бактерии-возбудители менингита, но самого заболевания зарегистрировано не было. Коронавирусная инфекция также не выявлена. На сегодняшний день температура 37,5, субфибрильная сохраняется и интоксикационные синдромы. Значит, всех, как еще раз повторю, что состояние стабильное и продолжается дезинфекционная антибактериальная терапия. Сейчас временно приостановлено дежурство солдат. Также введен ряд ограничений воинской части. Между собой не соприкасаются. Также проводится текущая дезинфекция, то есть в усиленном порядке кварцевание, проветривание. Около 300 человек, контактировавших с больными, прошли полное обследование, но результат экспертизы еще не готов, поэтому число заболевших может возрасти.